Пропажа домашнего любимца – событие всегда неприятное и тяжелое. Зачастую в такие моменты в голову приходит не самый эффективный по нынешнему временам способ – объявление о пропаже у подъезда. Но теперь и в Тверской области появился еще один способ поиска питомцев. О подробности о новшестве расскажет Наталья Федорова. Буквально недавно было актуально размещать объявление на доске информации у подъезда. Потом все дружно перешли в социальные сети, ну а сейчас появился более удобный вариант. Теперь в Тверской области можно найти своего домашнего друга-потеряшку через приложение. Уникальное приложение по поиску питомцев разработали программисты из Новороссийска. Как отмечают создатели, на эту идею их сподвигло большое количество потерянных животных, которые, к сожалению, не во всех случаях возвращаются домой. Собака у меня пропала, наверное, лет пять назад, когда она еще была такой более маленькой. Она просто решила побежать за другой собакой и получилось так, что потом она уже к нам не возвращалась. Дальше мы просто предприняли, что развесим объявление в ближайших районах на дома и как-то тоже в интернете опубликуем информацию. Ну вот спустя, наверное, недели-полторы мы смогли ее найти, она просто вернулась на то же место, а мы каждый вечер приходили ее искали. Вся эта история со счастливым концом, но Елизавете пришлось изрядно понервничать. А все потому, что на тот момент не было удобного и быстрого приложения. Теперь же о пропаже можно сообщить прямо, не выходя из дома. Для того, чтобы создать объявление, нужно просто зарегистрироваться по номеру телефона. Интересно и то, что в один клик в Пэтхаб вы сможете не только найти своего друга, но и подобрать ветклинику, найти пару для питомцев, записаться на груминка, а также приобрести корм. При этом в Твери появляется и микс классической формы поиска пропавших любимцев, но уже в современной упаковке в виде Кота-кафе. Часто к нам обращаются люди, просят помочь найти их питомцев, оставляют нам фотографии, номера телефонов, описывают приметы. Администраторы Кота-кафе отмечают, что помощь в поиске любимцев, несмотря на появление удобного приложения, все равно будет востребована и в таком формате. Ведь к ним приходят посетители всех возрастов. В том числе и те, кому проще по старинке принести фотографию с ориентировками, чем воспользоваться гаджетом.